Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Желтая угроза. В Самаре проходит антитеррористические учения. Ограбление недели. Банда унесла украшения из ломбарда. От пикапа до танка в кардиодиспансере проходит выставка вооружений времен Великой Отечественной войны. Желтый уровень опасности объявлен сегодня в Самаре. По легенде учений, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, профильные ведомства должны проявить повышенное внимание к обстановке в городе. Об этом говорили сегодня на совещании в департаменте ЖКХ. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил руководителям управляющих компаний повесить памятки на подъездах, а также в образовательных учреждениях и в организациях. Усиленный контроль продлится с 17 по 22 мая. Инструкция, как противостоять угрозе терроризма, будет сегодня доработана. Но и уже завтра каждый житель ознакомится с правилами поведения в случае вероятной угрозы. И особенно заострить внимание вот здесь, я попрошу Юрий Иванович Козельский, чтобы здесь появились телефоны, куда люди могут сообщать о всех посторонних предметах или каких-либо подозрительных лицах. Самарские полицейские разыскивают трех грабителей ломбарда на проспекте Масленниково. Преступление произошло в воскресенье в половине первого дня, сообщает пресс-служба областного полицейского главка. Сначала молодые люди пришли в ломбард на разведку, осмотрели витрины и ушли, затем вернулись, прикрыв лица тряпками, разбили витрину, похитили украшения и сбежали. Всем троим подозреваемым на вид не больше 25 лет, один восточной внешности, двое славянской. Тех, кто узнал этих мужчин или стал свидетелем преступления, полицейские просят обращаться по телефонам, которые вы видите на экране. Заместителя главы одного из сельских поселений Самарской области подозревают в получении взятки. Как следует из материала в дело, чиновник получил 160 тысяч рублей от предпринимателя. За это разрешил складировать грунт в котловане без документов. Чиновника задержали в фитнес-клубе Тольятти. При досмотре его машины под ковриком полицейские обнаружили 30 тысяч рублей. В настоящее время Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получение взятки. Санкции данной статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы. Почти 3 килограмма анаболиков изъяли самарские таможенники. Крупную партию допинга контрабандисты замаскировали под подсолнечное масло и отправили посылку из Китая. Согласно заключению экспертов, в состав представленных образцов входили сильнодействующие вещества – тестостерон и тренбаллон. Заведено уголовное дело в отношении 22-летнего самарца, который получил посылку на почте. Ему грозит реальный срок лишения свободы. Со слов задержанного он знал о том, что данные сильнодействующие вещества ограничены к перемещению к свободному распространению на территории Российской Федерации и заказывал данные вещества в личных целях. В соответствии с диспозицией статьи 226 Прим. 1 гражданину грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Команда Общероссийского народного фронта прошла с инспекцией по самарским дворам. Подготовка к чемпионату мира дает городу шанс стать красивее и удобнее. Помешать созданию комфортной среды может только одно – нежелание жителей принять в этом участие. Впрочем, неравнодушных самарцев все же больше, в чем и убедилась Инесса Панченко. Живет себе пенсионерка. Ухаживает за газоном, сажает цветы. Рядом живет предприниматель. Приезжает с работы, а машину ставить негде. Бросает ее в соседнем дворе, утром находится с разбитыми стеклами. Ситуация типичная для большинства многоквартирных домов. Мужчина пытается решить проблему с администрацией, договариваться с жильцами, проходят годы, терпение заканчивается, и на месте газона появляется автостоянка. Я проявил инициативу, да. Я взял на себя и финансовую сторону, и организационные все моменты. Да, я проявил инициативу, самовольно это делаю. Понять можно обе стороны конфликта. Между тем, есть несколько вариантов его решения. Существует понятие двойного использования земель, заглубленных мест для автостоянки и одновременного использования поверхности для детских площадок. Задача власти в данном случае не выступить в роли третейского судьи, а помочь жителям разобраться. В силах власти на сегодняшний день привлечь профессиональные сообщества, которые могут показать, не житель же будет рисовать дизайн проекта, но не художник он, не архитектор. Более того, и технологии они не знают, которые могут быть. Значит, нужно предоставить возможность жителям выбрать для того, чтобы все запросы, которые есть у жителей, учесть. Создание комфортной городской среды с 2017 года является национальным приоритетным проектом. За пять лет все российские дворы должны преобразиться и стать удобными и функциональными. Для исполнения поручения президента создан Центр мониторинга благоустройства городской среды. Команда проекта осмотрела значительную часть Самары. Задача – разработать механизм учета мнений всех жителей. Может быть, где-то недостаточно нормативная база нам позволяет проводить мероприятия по благоустройству. Где-то нам нужно упростить процедуру, например, проведения общего собрания для того, чтобы ускорить процессы модернизации жилья, процессы благоустройства придомовых территорий, озеленения, установки парковочных мест для автостоянки. То есть подготовить ту базу, которая позволила бы нам действительно создать комфортное жилье, комфортные условия проживания в городской среде для всех категорий жителей. Программа благоустройства запущена, но никакие изменения не произойдут без участия жителей. Именно они должны решить, каким будет их двор и общественная территория. Решение общего собрания должно быть оформлено и направлено в Департамент городского хозяйства и экологии. Инесса Панченко, Максим Гусев, События. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области выдворили 292 нелегальных мигрантов. Из них 125 сами оплатили свою поездку. Граждане, нарушившие миграционное законодательство России, смогут вернуться в страну не ранее, чем через 5 лет. В Самарской области сняли карантин по африканской чуме свиней. Однако в регионе на полгода сохранится ряд ограничений. Среди них запрет закупки свиней у населения. Напомним, вирус был выявлен в селе Гремячка Хворостянского района, где произошел падеж поголовья. В санитарную зону, кроме Гремячки, вошли Владимировка и Дубровка. У фермеров пришлось изъять и сжечь около 530 свиней. Сейчас региональный Минсельхоз прорабатывает вопрос о переводе частных хозяйств в этом районе на альтернативные виды животноводства. Билеты на скоростные суда «Восход» теперь продают по паспорту или водительскому удостоверению. Ограничения ввели с 15 мая. Они будут действовать по направлениям Самары-Тольятти и Самары-Сызры. В Самаре на месяц перекроют улицу Шевченко. Дорогу закроют до 15 июня на участке от лейтенанта Шмидта до дома номер 18 по улице Шевченко. Кроме того, в связи со строительством ливневой канализации до 20 мая ограничат движение по улице Гая. Будет закрыт участок от Николая Панова до Ярошевского. Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут. На ночи музеи в Самаре расскажут о революции и о материи звука. В атмосферу революционной эпохи 20 мая приглашают окунуться в музей имени Алабина. Посетители смогут увидеть, как выглядели богатые и бедные горожане, крестьяне, рабочие и солдаты. Какой была Самара. Смогут самостоятельно придумать и изготовить агит-плакат в стиле русского авангардизма. В специальной фотозоне можно будет сделать фото на память с персонажами эпохи. А в Самарском музее Модерна ночь музеев будет посвящена окружающей материи звука. Публике будет представлена история звука от модерна до современности. Стипендию от главы города будут получать 50 студентов, которые учатся на отлично, а свободное время уделяют улучшению городской среды. С такой инициативой выступили Самарский дом молодежи. Мэр Самар Олег Фурсов ее поддержал и поставил задачу подготовить проект совместно с Департаментом культуры, туризма и молодежной политики. Пока документ сырой и требует доработки, поэтому и собрались за круглым столом представители молодежных организаций и представители власти. Проект начнет воплощаться с 1 сентября. С нового учебного года студенты будут подавать заявки, которые рассмотрит комиссия. Такая стипендия своего рода поощрения молодым людям, которые много времени тратят на городские социальные проекты и не успевают подрабатывать в непростое экономическое время. Студенты, которые будут претендовать на эту выплату, должны будут в предыдущий период, в предыдущие два учебных года, показать те проекты, те мероприятия, те направления работы, в которых они участвовали, именно направленные на развитие городского круга Самара, на его позиционирование среди других городов, других регионов, на те проекты, которые улучшают, может быть, городскую среду. Праздник 9 мая позади, но память о Великой Победе не заканчивается. На днях выставка военной техники и оружия развернулась на территории Самарского областного кардиодиспансера. Ее организаторы – военно-патриотический клуб. Они сражались за родину. В этот день пациенты областного кардиодиспансера старались побыстрее закончить процедуры и спуститься во двор. Некоторые делали это по нескольку раз. Те, кому ходить на улицу запрещено, толпились возле окон. В палатах и вестибюлях шло бурное обсуждение увиденного. Да просто посмотреть оружие. Я вроде и служил, и много видел, а этого нет, что не видел. В разные годы в кардиодиспансере работали ветераны войны. И это мероприятие в том числе и дань памяти им. Персонал учреждения не менее активно осматривал выставку. И за пациентами присматривали все-таки сердечные больные, и сами не отходили от экспонатов. Руководство клиники считает, что миссия учреждения не только лечебная. Обсуждается вопрос расширения сотрудничества с клубом «Они сражались за Родину». Наша миссия вообще, наверное, человеческая, а это и душевная. Врач не может лечить только одними таблетками. Конечно же, положительные эмоции, они только идут на пользу любым пациентам. Когда Александр Паулов только начинал собирать свою коллекцию военных экспонатов, он мечтал, что когда-нибудь музей будет приезжать к посетителям, а не наоборот. Сегодня это стало реальностью. Не только пациенты-кардиодиспансеры пришли на выставку. Жители соседних домов и микрорайонов не упустили возможности прикоснуться к памяти военных лет. Решили, в общем-то, воссоздать ситуацию, в том числе и вакогоспитале. Поэтому это уже у нас второй выезд. Мы были в онкологическом центре, сейчас в кардиоцентре. Сегодня уже приходили к нам от дома престарелых, тоже приглашают в следующие выходные поехать туда. 70 лет назад это оружие и автомобили появились для защиты свободы нашей страны. Ту миссию они выполнили. Но сегодня у них появилось новое, патриотическое. Инесса Панченко, Максим Гусев, События. 4,5 миллиарда рублей составит фонд президентских грантов в этом году. Эти деньги предназначены для поддержки социальных проектов. В 2016 году они принесли в региональный бюджет более 30 миллионов рублей. В этом планируют получить не меньше. Для самарских общественных организаций провели обучающий семинар, где рассказали о всех нюансах подачи заявок. Сейчас изменились правила, теперь документы принимаются в электронном виде. Срок подачи до 31 мая. Мы сегодня озвучим те методики, которые применяются при написании этих заявок, чтобы избежали досадных недоразумений. Не ошибок, а досадных недоразумений. Поэтому сегодня у нас это проводится при поддержке администрации губернатора Самарской области, при поддержке Министерства юстиции и при поддержке наших методических ресурсных центров, которые расскажут общественникам о том, как составить заявку, как составить правильную финансовую отчетность, как составить смету проекта. А вот о каких событиях наши журналисты расскажут в следующих выпусках. Пожар на парковке. На Старозагоре сгорело шесть машин. Вагон знаний. Туристический бизнес подводит итоги межрегионального форума. 150 лет милосердия. Красный Крест отмечает день рождения. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова